Добрый день. Правительственные войска и отряда народного ополчения продолжают проведение операции по освобождению восточных районов города Алеппо от террористов. В результате успешных наступательных действий от боевиков освобождены 52 квартала восточного Алеппо. Только за последние четверо суток территория, контролируемая боевиками, уменьшилась на одну треть. Под контролем сирийской армии находится 93% территории города. Обращаю внимание, что данные результаты достигнуты сухопутной группировкой сирийских войск. Авиация России в районе Алеппо не применяется с 18 октября. В освобожденные кварталы ежедневно доставляются десятки тонн гуманитарной помощи, ведется восстановление социальной инфраструктуры, и оказывается медицинская помощь населению. При содействии Российского центра примирения враждующих сторон из оставшихся под контролем террористов районов выводятся мирные жители. Это позволило за прошедшие сутки вывести из подконтрольных боевикам районов города более 10,5 тысяч человек, в том числе 4 015 детей. Кроме того, правительственным войскам сдалось 30 членов банформирований. Всего из Алеппо добровольно вышло 1096 боевиков. 953 из них амнистировано. В отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. Таким образом, сирийское правительство в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по возвращению к мирной жизни участников незаконных вооруженных формирований. При содействии Российского центра примирения будет и дальше обеспечиваться максимальная возможная безопасность выхода из захваченных боевиками районов Алеппо мирного населения, а также находящихся там представители различных неправительственных организаций. Спавшиеся террористов мирные жители сообщают о новых преступлениях, совершаемых боевиками так называемой умеренной оппозиции в восточных районах Алеппо. Подтверждаются факты издевательств, пыток, публичных казней, а также просто беспричинных убийств населения. Все преступления боевиков документируются офицерами центра примирения. В освобожденных от террористов района города военнослужащими Международного противоминного центра вооруженных сил Российской Федерации проводится очистка территории от взрывоопасных предметов. В первую очередь от мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов очищаются наиболее важные объекты инфраструктуры, а также основные автомобильные дороги. Только за прошедшие сутки разминирован 21 объект, в том числе две школы, электроподстанция, комплекс водоочистных сооружений, две мечети, а также другие социально значимые объекты. Офицеры центра примирения делают все возможное для восстановления мирной жизни в освобожденных кварталах города и оказания помощи людям, сбежавшим от террористов. Вблизи Алеппо, в районах Жибрин и Эль-Махаледж, развернуто два пункта временного размещения мирных жителей, вышедших из города, в которых оказывается медицинская и гуманитарная помощь, а также организовано круглосуточное горячее питание всех нуждающихся. Российским центром примирения только в город Алеппо за последние дни доставлено более 270 тонн гуманитарной помощи, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости. Развернуто 155 кухонь, обеспечивающих горячим питанием. За последние три дня более 3,5 тысяч мирных жителей вернули свои дома освобожденного Алеппо. Продолжается работа по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Вместе с лидерами вооруженных формирований умеренной оппозиции подписано и направлено в Российский Центр по примирению 94 заявочных листа о прекращении боевых действий. Договоренности о примирении достигнуты с главами 1040 населенных пунктов. Возвращаются к мирной жизни и пригороды Дамаска, ранее находившиеся под контролем боевиков. Полностью освобождены от банформирования населенные пункты Хан-Эн-Ших и Эт-Тель. Из Хан-Эн-Ших вывезено в Идлиб 3690 человек, в том числе 2079 боевиков и 1611 членов семей. Кроме того, органами национальной безопасности Сирии амнистировано 2039 человек, пожелавших вернуться к мирной жизни. Из Эт-Тель в Идлиб вывезено 2054 человека, амнистировано 1595 бывших членов банформирований. В данных населенных пунктах осуществляется проверка оставленных боевиками зданий и сооружений, ведется разминирование местности, восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры. Ожидаем, что уже в ближайшее время мирные жители смогут вернуться не только в Хан-Эн-Ших и Эт-Тель, но и Алеппо, а также другие населенные пункты, освобожденные от террористов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok